Друзья, всем привет! Сегодня мы оказались в Мюнхене, Германия, чтобы показать вам очень функциональные апартаменты, всего 20 квадратных метров, где есть полноценная двухспальная кровать, гостиная зона с отдельным диваном, полноценная кухня, есть санузел, прихожая, столовая зона и даже небольшой французский балкончик. Эти апартаменты находятся в жилом комплексе Вандерлок, очень интересная концепция. На первом этаже здесь есть ресторан, большой каворкинг, бассейн, есть спортзал и студия йоги. Короче, куча всяких движух, которые вы можете использовать на первом этаже. А на остальных этажах небольшие апартаменты для проживания людей, которые приезжают в город, недолгое проживание и даже проживают всеми. Квартира здесь от 20 до 60-70 метров квадратных. Поэтому сегодня будет очень интересный выпуск, где вы можете подчеркнуть кучу всяких идей по функциональности, как располагать и обустраивать маленькие пространства. Смотрите до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пойдемте смотреть. Квартира у нас 20 квадратных метров. Это прямоугольник шириной 3,5 метра на 5 метров. Кухня и санузел выделены в одном блоке. Есть отдельный диван, рабочая зона, есть зона столовая и есть полноценная спальная, двухспальная кровать и даже небольшой французский балкончик, с которого открывается отличный вид. В гостиной зоне маленький такой угловой диванчик. Он сделан таким образом, чтобы на нем было удобно сидеть, вытянувшись. И напротив этого диванчика у нас стоит телевизор. То есть можно с гостиной зоны смотреть, любоваться телевизором. Отделен этот диванчик такой перегородочкой от кровати. И здесь есть небольшой журнальный столик. Столик очень легкий, его удобно брать, переносить, вставлять. И еще прикол этого столика в том, что он круглый. А так как у него нет острых углов, вы о них не ударите. Если вам будет удобно, например, убежать и вернуться обратно. Видите, здесь угол, так как маленькие проходы, это очень важно. Что у нас дальше? Самое интересное, конечно же, это кухня. Кухня здесь на самом деле полноценная. Посмотрите сюда, здесь есть все. Вот эта часть у нас холодильник. Холодильник у нас маленький, в нем есть отдельная морозильная камера. Вот это выдвижной ящичек. В нем можно положить посуду, вилки, ложки, ножницы. Все, что там нужно для кухонной утвари. Как вы думаете, что вот здесь вот? Поставьте на паузу и напишите в комментариях. Ребята, это маленькая посудомойка. Единственный нюанс этой посудомойки в том, что она маленькая и у вас должны быть маленькие тарелки, потому что большая тарелка сюда не вместится. Но, в принципе, эта колонна очень функциональна. Вот такой вот вам лайфхак для маленькой кухни. Вы можете сделать вот такую колонну. Здесь, кстати, еще всякие чайники, тостеры и так далее, и тому подобное стоит. Двухкомфорочная плита. В принципе, для маленькой квартиры больше не нужна. У меня в квартире в двух квартирах стояла в одной однокомфорочная плита, во второй двухкомфорочная. Если что, что-то приготовить можно. Самое интересное, что у нас находится здесь. Ящик, скажете вы? Ах, нет. Это у нас стиральная машина. Да. Самое интересное, она с функцией сушки. То есть вы можете постирать, потом посушить, чтобы вещи в маленькой квартире не развешивать. Что у нас еще здесь есть? Микроволновка, разумеется. И здесь вот такой вот прикольный лайфхак сделан. Видите, ночью, когда вы спите, когда у вас кухня находится в спальне, так бывает, случается иногда, вот эти вот циферки, они постоянно бьют в глаз. И это очень неудобно. Это магнитная такая наклеечка, которая, оп, приклеивается, и вам ничего не бьет в глаз. Тоже очень удобно. Мойка у нас маленькая. Честно говоря, я здесь живу уже неделю, и мы пытались мыть в этой мойке посуду. Но неудобно. Все-таки я бы на месте тех, кто делал здесь дизайн, сделал бы моечку чуть-чуть побольше. Тем более здесь можно это сделать. Но так, в принципе, что мойка у нас есть, это очень хорошо и удобно. Ну и здесь все стандартно. Ведро, там губочки, средства для мытья, и даже есть фонарик. Здесь у нас тоже интересный прием, так как кухня у нас находится рядом со стенкой, и у нас здесь стоит раковина, чтобы брызги не попадали на стены. Здесь сделана отдельная LDSP-панель, на которую будет попадать вода, и с нее будет удобно все это дело смывать. Но и с визуальной точки зрения здесь все продумано. Мы тоже такие приемы применяем в нашем дизайне интерьера. Мы не делаем два материала в один уровень. Видите, если мы меняем цвет, то у нас есть толщина, небольшая такая ступенечка. Так визуально смотрится лучше, плюс получается такой портал вокруг этого кухонного блока. Столовая зона сделана очень прикольным образом. часть сидящих мест – это вот такой вот подиум. Просто на подиум положили подушечку. Можно сесть, развалиться и смотреть на то, как кто-то спит в кровати, если вы живете не один. Напротив есть еще один стульчик. Очень важная вещь. Рядом со столом обязательно должна быть розетка, потому что вы можете сюда поставить ноутбук и начать работать, сидеть. Здесь еще есть очень классная штука по системам хранения. Вот если выдвинуть ящик, то сюда можно положить либо ноутбук, для того, чтобы сидеть здесь работать, либо носки, трусы, и что-нибудь очень важное перед тем, как вы ложитесь спать. Ящиков у нас тут два. Каждому свой, если вы живете в такой квартире вдвоем. Друзья, а вы знали, что в нашей студии появилась услуга дизайн-проект для готового ремонта? То есть, например, вы получили ключи от застройщика, купили квартиру с готовым ремонтом, мы поможем вам ее обставить мебелью, сделать там современный классный дизайн, чтобы было красиво, как с обложки журнала. Точно так же эта услуга подойдет для тех людей, кто въезжает в съемное жилье. Мы можем ему помочь, обустроить, чтобы вы жили в хороших, классных условиях. Работаем по всему миру. Есть проекты в Германии, есть проекты в Европе, в Швейцарии, в Арабских Эмиратах, в Индонезии, на Бали, в Джакарте, в Соединенных Штатах, везде. Переходите по ссылочке в описании, записывайтесь на консультацию с нашим специалистом, более подробно расскажем про эту услугу. Дизайн-проект для готового жилья. Следующее интересное решение у нас с потолком. Видите, вот этот бокс, где у нас находится кухня и задней у нас находится санузел, он у нас доходит не до потолка. Тем самым мы присоединяем пространство, которое находится на потолке, к комнате. Как это происходит? Мы смотрим все время вверх, резко мы смотрим вниз, когда мы общаемся, и у нас взор не упирается в стены. И тем самым кажется, что здесь намного больше пространства, чем есть на самом деле. Следующий интересный нюанс – это кровать. Кровать здесь очень круто расположена. Она с одной стороны двухспальная, с другой стороны есть один проход, к которому можно подойти, и с другой стороны нет такой большой стенки, которая на тебя давит, и ты спишь, как в пещерке. Чтобы удобно было спать, вот эта перегородочка, она идет невысокая, и вот здесь вот сделана мягкая зона. Вот вы, если что, в нее упираетесь, она теплая, не холодная, и очень удобно спать. Я на самом деле сплю вот у этого краешка, а моя девушка спит на соседнем краешке. И самое интересное, у нас здесь очень удобно расположены розетки. Видите, вот здесь вот такая полочка, во-первых, на нее можно положить телефон, во-вторых, здесь есть розетки, USB-розетки и два выключателя. Один выключает один свет, другой выключает весь свет во всей квартире, чтобы вам не нужно было бегать. Плюс есть вот две такие лампочки направленного света, которые можно взять, включить, выключить и почитать какую-то книжку. Теперь про свет. Квартира сделана таким образом, чтобы не занижать потолок, не делали навесные потолки и не встраивали свет. На потолке у нас есть один светильник, подключение его идет через такую розетку, провод у нас идет открыто и подключается к самому светильнику. И он дает освещение над основной зоной, над зоной спальни, делает дополнительный свет. Дальше свет у нас идет со стен. Вот есть такой светильник, это лампа, лампа накаливания, лампочка Ильича, или лофтовая лампа, как нравится, так и называйте. Ее можно повернуть в сторону спальни, если вам не хватает света, или ее можно повернуть в сторону гостиной, или ее можно повернуть в сторону рабочего места. Но это не один светильник, здесь у нас еще есть один дополнительный свет. Чтобы этот свет вам не бил в глаза, вот он покрашен такой золотой штучкой, и получается нету прямого контакта с проволокой накаливания. Но какая полноценная квартира без кабинета или зоны мейкапа? Здесь у нас полноценная зона мейкапа. Можно сесть, накраситься, если вы девушка, или если вы мужчина-трудоголик, можно взять, посидеть, поработать, и еще наблюдать за столом, который там находится, или за оператором, который тебя снимает. Как у любого рабочего места, здесь предусмотрены розетки. Мне очень нравится, что розетки предусмотрены сверху, а вы просто вставляете вверх розетку, сидите на ноутбуке, что-то делаете, работаете очень удобно. Цветовое решение квартиры сделано в натуральных оттенках. Очень хорошо сочетается цвет пола. Это натуральный деревянный цвет. Очень хорошо подобрана доска. Обратите внимание, когда вы делаете интерьер маленького пространства, то вам нужно соразмерно выбирать инженерную доску. Если вы сделаете очень маленькую, то она будет рябить. Если вы сделаете очень большую, у вас визуально уменьшится пространство. Здесь, в этой квартире, сделана где-то 18-16 сантиметров инженерная доска. Очень хорошо сочетается это все дело с плинтусами. Плинтуса у нас высокие. Это очень удобно, если вы там что-то пнете, сумкой заденете, ударите с плинтусов, будет легче оттереть всякую грязь. Теперь давайте поговорим про систему хранения. Честно говоря, здесь их немного, но и квартира не предназначена для постоянного проживания, она предназначена для временного проживания. У нас здесь есть такой вот открытый шкаф, вешалки, развесить футболки, есть вешалки при входе, чтобы повесить куртки, и есть вот такие вот выдвижные ящики. В одном из них спрятан сейф, в другом из них спрятан мешок. И вот, ребят, как вы думаете, где вот на этом кадре у нас спрятана гладильная доска? Поставьте на паузу, напишите в комментариях, проверьте себя, нашли вы ее или нет. На самом деле, я тоже ее не сразу же заметил, она у нас находится наверху. У нас здесь гладильная доска, которая ровно по размеру по этой тумбочке, она лежит сверху, никому не мешает, спрятана. Давайте покажу теперь вам санузел. Санузел на самом деле тоже прикольный, напротив входа не все любят у нас унитаз, но вот сбоку у нас уже идет раковина. И прикол этого санузла, чтобы визуально увеличить пространство, видите, здесь два меня, на самом деле меня три. Ну вот, здесь по периметру сделано такое зеркало, оно идет по высоте, от высоты инсталляции, и та же самая линия продолжается по линии раковины, вот, тем самым увеличивая пространство. Свет решен с помощью подсветки, здесь нету освещения в потолке, как, в принципе, во всей квартире, и этого света, в принципе, достаточно хватает для того, чтобы осветить все это дело нормально. Что у нас на стороне раковины? У нас есть такая полочка, там можно поставить полотенце, плюс эта полочка у нас идет не до пола, тем самым она визуально увеличивает тоже пространство маленького санузла, потому что вы видите своими глазами, видите, что у нас находится на полу, и по полу, и по потолку у нас считается все это пространство. Ванная комната у нас без ванны, у нас у нас душевой, здесь у нас сделан поддон в пол, чтобы это все дело не затекало, идет небольшая такая металлическая ступенечка, и отделение, чтобы брызги не летели, с помощью стекла. И вот здесь есть такой момент, на этой стене у нас находится полотенцесушитель, чтобы вешать полотенчики. Не сказал бы, что суперудобное решение, потому что, когда вы моетесь с душа, у нас льется все на полотенце, которое висит, например, на этом полотенцесушителе, но, тем не менее, имеет место быть, если вы сделаете в таком виде полотенцесушитель, обратите внимание, что полотенцесушитель должен быть не электрический, а у него должно быть водяное подключение, потому что электрика и вода не очень хорошо вместе. У нас здесь есть радиатор, радиатор у нас настенный, это на самом деле удешевление, он у нас идет по стене, выделен белым цветом, такой приятный, аккуратненький, и если вы будете делать в своей квартире, оставлять, например, существующие радиаторы, то вы можете сделать на них вот такой вот просто металлический короб, который просто ровный и просто закрывает радиатор. Такие решения я, на самом деле, часто видел в общественном пространстве, в некоторых спортивных клубах так прячут радиаторы, просто делают без всяких вот ступенечек, гладкий, простой экранчик, и выглядит хорошо. Здесь есть балкон, на самом деле. Очень прикольное решение, потому что, видите, остекление у нас сделано из стекла, и кажется, как будто бы его нету. И ты с такой смотришь, наблюдаешь, любуешься желтыми листьями осенними, которые отлично сочетаются с интерьером зеленым этой квартиры. Очень классно. И здесь есть еще одно очень необычное решение. Ну, как необычное, обычное решение, еще одно просто решение. У нас есть здесь жалюзи, которые с помощью вот этих кнопок открываются и закрываются. Вот я еще нажимаю. Сам прикол, что эти жалюзи умные, и они автоматически открываются в 8 часов утра, чтобы вас разбудить естественным светом. Так что вот такой вот лайфхак. Ну что, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Буду отвечать, проживу в этой квартире. Уже больше недели, и могу рассказать, что как сделано, как реализовано, свои впечатления, и как вообще в ней живется. Задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить такие же интересные видео. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok